Всем добрый день! У нас с вами осталось два дня до выборов в Хакасии губернатора. И сегодня я хотел бы поднять такой интересный вопрос. Давайте поговорим с вами о распределении депутатских мандатов по единому избирательному округу между избирательными объединениями, которые у нас прошли выборы 11 сентября, как у нас с вами сейчас расположены голоса. Я зачитаю официальную статистику, распечатал с сайта главы города Абакана. То есть это у меня не из головы информация, это официальная информация. Вы можете ее проверить, зайти спокойно. Все честно, все открыто. Итак, официальный портал города Абакана. Наименование избирательных объединений допущены к распределению депутатских мандатов. И буду говорить сразу количество депутатских мандатов, число именно депутатских. Абаканское местное отделение партии «Едина Россия» 5 мандатов. Хакасское региональное отделение «ЛДПР» 3 мандата. Коммунистическая партия РФ «Абаканское отделение» 4 мандата. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Хакасии 1 мандат. Коммунисты России, один мандат И партия пенсионеров в Республике Кассия, один мандат Итого у нас с вами получается 15 мандатов По списку избирателей, кратенько пробегусь, депутатов Так, политическая партия ЛДПР Итак, у нас там с вами стоит Жириновский Владимир Вольфович Большой вопрос, что здесь у нас прописан или как Видать, законодательство у нас какое-то кривое, что у нас может любой представитель из России Присутствовать на местном, так сказать, уровне Тарасов Андрей Александрович, Веселкова Ольга Станиславовна Я честно скажу, мне эти фамилии не о чем не говорят Как и большинство ниже озвученных Итак, следующее, Хакасское республиканское деление политической партии Коммунистическая партия коммунистов России Королев Николай Александрович Политическая партия Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Иванов Олег Альбертович Политическая партия Справедливая Россия Горбунов Михаил Петрович Всероссийская политическая партия Единая Россия Булакин Николай Генрихович, он же у нас мэр города Абакана Осакалов Виктор Иванович Штарк Андрей Георгиевич Шикина Ирина Геннадьевна Петрук Александр Алексеевич Итого пять человек Политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации Закарецкий Роман Викторович Мох Анастасия Яковлевна Усатюк Валерий Петрович Кравчук Евгения Александрова Вот примерно так у нас с вами распределились голоса Теперь давайте предположим У нас в партии Единая Россия пять мандатов Коммунистическая партия Российской Федерации Абаканское отделение четыре голоса Коммунисты России Еще один, нас уже пять, да? Партия пенсионеров в лице Иванова Я предполагаю, что это наш шестой голос И в надеждах на справедливую Россию Это плюс еще один, итого семь голосов Семь против пяти Уже, то есть при выборе При голосовании На законодательном уровне за те или иные законы У нас уже с вами не превосходство Великое Великое превосходство перед народом Единороссов и олигархов Где они там принимали законы угодные только для себя А уже мы начинаем с вами борьбу Борьбу настоящую Во многих регионах, к сожалению, такого нет Везде практически, вы знаете В большинстве сидят единороссы И они единогласно принимают антинародные законы То, что произошло и у нас в Думе Когда приняли практически единогласно Единороссы закон протолкнули, продвинули И отняли наши с вами пенсии И у нас с вами остается три голоса Это ЛДПР Которые пока, я считаю, не определившихся Надеюсь, они не будут В роли политических проституток И за деньги продавать свои голоса Теперь представим, да? Сменить тот антинародный Единороссовский режим Я так думаю Ну это же замечательно Ну это же замечательно И может после этих выборов У нас как раз Сменится глава Начнет изменение Старт во всей России Начнется с маленьких Акасий С теми многомиллиардными долгами Мы сможем с вами на политической арене Блеснуть И дать старт Нашей большой стране Для того, чтобы наш народ Мы с вами стали жить лучше Для того, чтобы мы пересадили Всех олигархов Для того, чтобы мы смогли Забрать у них Все то, что они нас Украли И все это С вами Влить в нашу Структуру В нашу В наше сельское хозяйство В нашу жизнь В улучшение Нашей жизни Так Ну что Еще если порассуждать дальше У нас с вами есть вероятность Что теперь Единороссы не смогут Продвигать Антинародные законы Да? Гадить они, конечно же Будут стараться Но Если вовремя поймут Что Народ-то против них Этих самих единороссов Мы-то против них На следующий созыв То по факту Мы, скорее всего Уже их избирать не будем Если они будут продолжать В том же духе В каком продолжают Двигаться сейчас Против нас С вами Против народа И скорее всего Так и будет Повторюсь Опять же Необходимо пересмотреть Все законы Которые Единая Россия В своем лице принимала Именно антинародные законы Принимала На протяжении последних Как минимум Десяти лет В том числе В нашей Нашей Кокасии В нашей с вами Республике Те законы Которые Не выгодны народу А выгодны Исключительно Власть имущим И олигархам Богатеям Это нам нужно Обязательностью Пересмотреть Как мы с вами Наблюдаем Депутаты Городских Советов В том числе Цейногорск Далеко брать не надо Другие города По стране Они блокируют Все народные Законы Все народные Предложения Но при этом Они продвигают Выгодны На себе Я уже об этом Говорил И те мэры И губернаторы Которых На последних Выборах У нас с вами В сентябре Выбрали Которые Являются Лидерами Других Партий Это ЛДПР Справедливо Росы Где-то Коммунисты Уже В нескольких Регионах Им просто Не дают Принимать Народные Законы У нас же С вами Ситуация Абсолютно Другая У нас На самом деле Сейчас Огромная Возможность Сломать Хребет Беспредел Мы можем С вами 11 ноября Проголосовать За изменения За изменения В лучшую сторону Мы сможем Взять власть В свои руки По честности Необходимо Всех депутатов Которые голосуют Против Народных Законов Но при этом Голосуют за свои привилегии Лишать депутатского Мандата Мало того Проверять счета Их Также их Родственников Ближайших При выявлении Незаконных Незаконного Обогащения Заводить Уголовные дела Давать Реальные Срока С конфискацией Имущества Только так Мы с вами Сможем вернуть Награбленные деньги Прокурор Соответственно Должен контролировать Все эти вопросы И реагировать На них На это Беззаконие И беспредел Вот эта вся информация Которую я сказал Выше Она Наверное Для тех людей Которые до сих пор Сомневаются Есть ли смысл Менять власть А что изменится Если будут депутаты Все равно Принимать Двигать Политику Партии Единой России Я вам Документально Открыв сайт Официальный Документально Подтвердил Что политический У нас У нас У нас С вами Режим Меняется И Есть Все Шансы И огромные Возможности Чтобы изменить Дальнейшее Наше С вами Проживание В том числе Нашей С вами Республики И я надеюсь Что Мы с вами Сделаем Правильный Выбор Будут у нас Перемены И вся страна За нами Пойдет Напоминаю Выборы Уже сорвали У нас В Приморском Крае В декабре У них Будут Новые Выборы И У них Как раз Все сложнее Чем у нас И опять же Они смотрят Сейчас на нас Сжали кулаки И ждут Ждут Когда мы С вами Гражданский Долг Исполним Исполним Правильно Напоминаю Что Все это Мое личное Мнение Вы можете Его не придерживаться У вас Своя голова На руках Но по крайней мере Какие-то вещи Элементарные По сути Элементарные вещи Я пытаюсь До вас Донести Всем удачи Ставим лайк Подписываемся За подписку Напоминаю Ни копейки С вас Никто не возьмет Двигаем вперед Вперед К победе Вперед К победе Пока-пока